добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 1590 м на нашем веб-сайте radio nvc.com и конечно же на нашем youtube канале похищение европы ефим фиштейн здравствуйте добрый день сергей вам и всем нашим уважаемым слушателям зрителям читателям писателями всем остальным певцам и танцорам ну что не будем нарушать традиции давайте наверное начнем с того что происходит в европе давайте давайте я наверное никого не удивлюсь и скажу что многое почти все вертится вокруг войны которую сейчас называют спецоперации в россии поэтому я иначе великую отечественную не называют как великая отечественная спецоперация жрут то что сами заварили так вот все круглся вокруг войны и разумеется и страны разделились по своему отношению к этой войне то больше кто меньше но проявляется типичное для европейцев вообще для западной цивилизации черты это или веренчество это склонность к предварительным компромиссом которая всегда выходит на встречу пожеланиям оккупантов и прочим сейчас это улыбка для начала скажу что премьер-министры трех восточно европейских стран в этот момент находится в киеве это премьеры чехии словении и польши и обратите внимание кто-то может меня упрекнуть в предвзятости но ведь таковы факты это премьеры трех правоориентированных правительств я уже не говорю о словении где януш янза очень крутой правоориентированный политик фиала петр фиала пример чехии у него правда широкая коалиция сам то он из правой партии а называется гражданская демократическая но в принципе это было консервативная партия сейчас значит сдвинулась влево ну и больше естественно там крутая хотя небольшая правительственная коалиция двухчлен как как говорится но тем не менее это это право и только они поехали сейчас я не знаю что они в эту минуту делают для всех остальных европейцев стоит серьезный вопрос что делать что будет делать нато если они премьеры попадут под обстрел если будут ранены или не дай бог вообще погибнут скажем под бомбами что будет делать нато будет ли она считать это казусом бель предлогом достаточно для войны или скажет что это было их личная туристическая поездка из которой ровным счетом ничего не следует потому что именно такова логика нато сейчас россияне российские средства массовой информации часто с глубоким удовлетворением пишут что а ведь украина сказала зеленский сказал что время не созрела и украинцев в нато да и в евросоюз никто не ждет обратите внимание евросоюз это международная организация по идее которая раскрывает свои границы даже не для совместной обороны а для других целей для совместного экономического развития заявила устами своих немецких представителей что это не просто так это сложная и длинная бюрократическая процедура украина заполнила совсем еще не все формуляры требуемые для начала обсуждения так 10-15 лет что такое 10-15 лет в ситуации когда идет война это иносказание иными словами украинцам говорят никогда потому что 15 лет это вечность вас убивают здесь и сейчас и мы подождем пока вас убьют а потом начнем с вашими преемниками пророссийскими обсуждать вопрос и может быть его даже обсудим в негативном смысле но не заслужили вот так выглядит вот так выглядит современное политическое ханжество она раскрылась во всей своей красе по всей европе европа разумеется разделилась 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 на тех для кого ханжества политическая есть естество они иначе и не живут и не мыслят другими категориями это чемберлианство если переводить это в старые термины политические это типичный чемберлин знаете чем отличается скажем политик консервативного толка от политика социал-демократического толка или любого либерального толка отличается тем что либерал ищет причины по которым нельзя что-то делать нельзя противостоять злу в этот момент потому что результаты будут только хуже этих причин оказывается видимо невидимы столько много этих серьезных уважительных причин что никогда он не вступит в единоборство со злом ему его мудрость разумность его реал политика говорят немцы она ему не дает возможности у него связанные руки консерватор как правило не ищет причин по которым это невозможно а ищет способы как это сделать как это преодолеть как как стать против этого зла может быть даже не слишком рассуждает же проявилось именно в противостоянии тогдашнем второй мировой войны когда огромное количество западных политиков разделяли эту премудрость пискаря почему нельзя это делать по миллиону причин миллиону причин разумеется это было противоборство тогда голубя мира или голубицы мира которую представлял чемберлейн он очень любил мир он был очень миролюбив и поджигателя войны которым был черчилль вот это столкновение поджигатель войны черчилль сказал английскому парламенту у вас был выбор между позором и войной вы выбрали позор и получите войну чемберлейн как человек мира размахивал своей бумажкой и говорил я привез вам смысл цена этого мира была выявлена уже довольно скоро черчилль этот поджигатель войны говорил странные слова говорю мы будем биться на пляжах мы будем биться на улицах наших городов это то что я вам сейчас приношу и конечно ну кто бы послушал поджигатель войны к счастью тогда еще было достаточно в мире не премудрых пискарей а людей разделявших ценности тогдашнего еще мира куда входили разумеется и мужественность воинов и офицерская честь и достоинство в жизни и в смерти достоинство в смерти это также ценно как вообще сама жизнь напомню что скажем оставшие в варшавском гетто люди они не жизни себе искали те кто вернулся по каналам снова это гетто они не жизни для себя искали жизнь была практически исключена вообще даже самой милой сказки нельзя было представить себе что кто-то из них выживет в борьбе нет они искали для себя достойной смерти тоже очень очень важно для того чтобы и жизнь сама была осмысленной имела смысл и значение чтобы это было не растительное существование так вот и сейчас разделились страны европы по этому признаку я кстати довольно скептически отношусь перспективе будущему и не слишком разделяю такое оптимистическое мнение что нынешнее событие подтолкнуть европу к тому чтобы все таки стать более черчилльской чем чем берлайнской думаю что они опомнятся слегка вздрогнув для начала но потом они придут всегда и скажут бизнес as usual вернемся к нашим баранам вернемся к нашим играм так вот разделилась европа по этому признаку есть восточноевропейские правительства которые все-таки понимают понимают то что не понять невозможно что агрессор который был награжден за свою агрессию чем-то куском земли экономики там сырьем чем-то такой агрессор становится вдвое опаснее чем агрессор который получил по рукам не хочет запад дать возможности украине проучить путина раз и навсегда это ведь то единственное чего просит у запада зеленский дайте нам оружие когда ему барин позвонил кстати заметьте на второй день после вторжения это очень важно так вот на второй день байден позвонил зеленскому и в тот же день и макрон тоже со своей толикой мы тебя отвезем и ты можешь провести жизнь замечательного на лазурном берегу или или у майами где-нибудь там заметь мы тебе дадим все и жизнь твоя превратится замечательную и ничем не омраченную старость зеленский ему ответил так как отвечают настоящий герой скромно без пафоса но в то же время бьют в самую сердцевину вот этого ханжеста он сказал нам не нужно такси нам нужно оружие эта фраза вошла уже в историю и она и отличает понимаете это сейчас тот водораздел который отличает настоящих людей от квази людей откажущихся от мнимых существ у которых в душе трусость всего лишь так вот по эту сторону оказались вот эти консервативное правительство по труб по другую сторону как правило социалисты плюс многие государства решающие западную европу франция и германия ну а германии вообще особая речь германия противопоставляет себя даже всей остальной европе решительно подыгрывая путину в этой игре то есть она становится на страну на сторону агрессора против его жертвы это огромная огромный урок я думаю для многих очень европейцев и кстати президент зеленский часто повторяет снова и снова мы мы будем помнить тех кто стоял с нами рядом и тех кто стоял против нас вместе с агрессором идиотизм разумеется заключается в том что россия никогда не скрывала того что она собирается продолжать свой поход на запад если это удастся не понимать этого и не дать украине возможность хотя бы для самообороны это предел это предел это полная когнитивная я бы сказал угасание европы и запада в целом потому что ничего другого зеленский у них не просит до сих пор так вот немцы оказались по эту сторону они сначала боялись лишиться энергетического сырья какого-то нефти газа и так далее может быть древесины чего-то еще короче говоря они боялись это шольц а кстати социалист в компании с зелеными прямо прямым текстом говорит мы не хотим чтобы уровень жизни наших граждан теперь урон какой-то чтобы он упал а чего он он глядит в глаза фактически мировому катаклизму и он боится что уровень жизни у его сограждан упадет понимаете чудовищность всю чудовищность этого когнитивного повторим сознательного этого упадка мышления неспособность понять что мы на грани катаклизма общеевропейской катастрофы а он печется об уровне жизни своего населения уровень жизни разумеется упадет сегодня смотрел не знаю пусть извинят меня наши слушатели которые не смотрели сегодняшнюю передачу владимира соловьева есть такой кремлевский я извиняюсь за французское выражение пропаганда кремлевский так вот он сегодня размахивая руками сказал что чего на что они надеются эти идиоты на западе путин ясно сказал нато в границах 97 и мы пойдем украиной мы дело не ограничиться дело мы пойдем дальше пусть они будут уверены что завтра мы будем у них дома между прочим я недалек от текста если вы откроете эту его передачу он прямым текстом говорит сегодня украина завтра вы и господа готовьтесь готовьтесь заготавливаете хлеб солью для приема нас наших бойцов так вот на одной стороне оказались немцы французы отчасти ведь обратите внимание что макрон звонит путину ну просто как влюбленный мальчишка звонит своей пассии три раза в день название и всякий раз получает примерно тот же ответ путин ему указывает на гуманитарное преступление на против человечности которые совершают украинские нацисты власти вот примерно так и макрон возвращаясь рассказывает французской публике примерно это пересказывает да и как полный идиот не способны уже понять чем отличается правда от неправды повторяет почти дословно почти буквально известный анекдот нынешний который вот эту философию эту ментальность прекрасно отражает этот анекдот звучит так примерно одни говорят что дважды 24 другие утверждают что дважды 26 я человек середины я исхожу из того что дважды 25 не вашим и не нашим муки и за исходя из этой максима разумеется космические корабли не запустишь в космос потому что дважды два остается 4 они 6 не так так вот на одной стороне оказались джонсон готовы поставлять все-таки и оружие какое-то не только который единственно нужно украинцам а именно прикрыть небо что вы не бомбили с утра до вечера российские самолеты и города и обстреливали стрелами есть же этих систем полно систем с 300 с 400 это российские их названия на все они прикрывают небо от ударов с воздуха у украинцев их нет у них есть единственная это стингеры которые с плеча можно запустить это прекрасно но они только подбивают вертолеты против самолетов они не слишком самолеты подлетают на большой высоте и уж еще менее того они способны поразить ракеты летящие в их сторону джонсон хотя бы какое-то оружие и предлагает немцы фактически блокируют даже возможность поставок такого оружия две стороны блокируют это германия и венгрия то есть смысле через их территорию нельзя это оружие перевозить дальше его дней нельзя на украину заставить если не перевести хотя бы через через польшу потом для начала же надо через германию венгрию австрию австрия придерживается как говорится вооруженного нейтралитета непонятно и нашими вашим на востоке европы отчасти на запад просочилась уже более двух некоторые говорят два с половиной цифра меняется ежедневно миллионов украинских беженцев и здесь опять эти беженцы это просто укор это просто плевок в глаза тем европейским гуманистам я вынужден по словам взять в кавычки которая всего лишь 7 лет назад в 1000 2015 году осуществили целую идеологию под названием великому инскультура это культура привлечения культура приветствования которая тогда приветствовала миллионы беженцев из сирии и вот не все решается германия вообще там рассчитывать нечего они боятся сейчас вообще собственной тени и когда они проходят по коридору и вдруг где-то вспыхивает вспыхивает яркий свет они они испуганно бросаются от стен где их тени обозначены они боятся собственной тени так вот они об этом не пишут но другие робко замечают посмотрите на эти потоки беженцев это же разные потоки если пятнадцатом году шли прекрасно накаченные сирийские парни сразу из фитнес-центров такие качки их называют по-русски на самом-то деле военные дезертиры вот они шли этот миллион с половиной который пришел в германию были только такие с ними не было женщин и не было практически детей дети составляли хрен целых или 0,1 но просто ничего не составляли дети здесь же идут именно женщины и дети а все их мужья сейчас на фронте воюют за свою родину за их дома оставшиеся там это же разница и эта разница не укладывается в ту либеральную идеологию которая воцарилась на западе которая фактически стала причиной его слабости а путин решился на свою агрессию именно понимая что запад слаб и давно сам добровольно стал лакомым куском для агрессора не более того он найдет мотивацию он найдет причины по которым не подняться на борьбу со злом так вот вот так примерно выглядит картина в современной европе еще для для того чтобы немножко было понятно куда ведут эти идейные пути расскажу о предвыборной ситуации на франции я много раз прошлом прошлых передачах затрагивал одну тему и вот как она изменилась выборы кстати середине следующего месяца буквально уже на носу изменился расклад как он изменился если еще месяц назад ситуация казалось весьма уравновешенной весы были чашечки весов были выровнены у президента нынешнего макрона был примерно столько же шансов на победу как скажем у марин люпен правой лидеру движения национальный альянс национальное собрание знаю как по-русски вы сейчас называют короче у них было по 25 процентов примерно поддержки то сейчас сегодня поддержка макрона 30 процентов и даже усиливается поддержка марин люпен остановилась вернее упала до 17 процентов у эрика земура который мне лично был остается симпатичен 13 процентов у остальных и того меньше на один процент меньше у представительницы галифской партии республиканской что произошло а всего лишь произошло то что жизнь поставила зеркало всем этим политикам и там оказалось что их противопоставление нынешнего запада и путина путинизма как идеологии в принципе неверно барин липен вынуждена была все свои билборды огромная по всей территории франции переделать потому что она там была вместе с путиным на билбордах то есть она себя подавала как подруга и во всяком случае близкий человек путину почему да потому что тупиковая развитие их мышления вот этих правых но не до конца понимающих разницу между популизмом и консерватизмом и их мышление замыкалась в пределах одной простой дилеммы если запад сейчас слаб и плох то наверное путин силен и хорош что-то в его идеологии империалистической должно быть правильным вот как они понимали но ведь так консерваторы черчиллевского типа никогда не понимали ситуацию никогда британия не поклонялась путин не не при каком консервативном правительстве не было такого потому что они селезенкой понимали что противопоставление неверно неверно запад слаб а путин не хорош от того что он противостоит западу просто проблема в том запад недостаточно силен и не имеет в себе силы и не имеет сил вернуться к тем принципам на которых он когда-то стоял вот что важно и вот все правопопулистские конкуренты макрона сейчас отдувается за эту психологическую трагическую ошибку и у зэмура и у люпен нет шансов на победу они отдались этой ложной теории вместо того чтобы сказать не макрон и не путин но черчилль вот наш путь вот наш вот на наш наша цель понимаете как бы не совсем просто до этого дойти но доходили же люди ну почему консерваторы но никогда на этом в эту ловушку не попадали даже те которые сейчас еще имеются британские скажем так баворские баварские или там испанские консервативные партии они не обожествляют путина потому что они понимают что не он их путь а черчилль черчилизм вообще это сама достаточно сильная самоуверенная уверенная в себе в своих и в неприходимо неприходящей ценности своих принципов вот их я ну хорошо мы наверное сергей мы середине часа здесь мы закроем европейскую часть и после перерыва наверное вернемся к американской так так и поступим возвращаемся в программу эфим фиштейн и похищение европы телефон студии 847 4005 200 что давайте попробуем принять звонок разумеется добрый день здравствуйте уважаемый эфим я в принципе с вами почти во всем согласна мне вот и мне кажется только что левые не просто не хотят но смысле ищет причину не помогать они и не хотят бороться со злом они просто создают это зло вот это будет глобальный этот вот заговор это же чистое зло и они стараются строго следовать этому плану поэтому они не и украина в общем-то тоже стоит на пути также как и америка стоит на пути этого заговора украина точно так же стоит на этом пути и у меня вот сложилось такое впечатление что они не дают оружие они хотят как можно дольше затянуть эту войну например нашему этому пациенту белого дома вообще очень даже удобно он все свои проблемы сваливает на войну вот то что у нас инфляция война виновата то что у нас цены на горячее взлетели это война виноват у стране во всем виновата война которую они же сами и создали своими собственными руками вот как вы согласны с этим или нет спасибо большое знаете я ведь говорю не по бумажке а развиваю какую-то мысль поэтому может случиться так что где-то есть какая-то недоговоренность и так далее что я имел ввиду война это особенно война которая имеет какой-то глобальный масштаб а эта война русско-украинской имеет она свой свою тень длинную бросает и на остальной мир несомненно поэтому она становится пробным камнем для сообществ отдельных стран им может казаться что они вне далеко они где-нибудь там в венецуэле а на самом деле и они в этой густой до синевой тени этой ведущейся войны и она разумеется проявляется не только в европе но и в состоянии умов душ и идеологии в америке и там тоже возникает та же проблема выбора очень многие увлеченные борьбой против нынешнего нынешнего сумасшествия леволиберального которое кстати и было той самой приманкой о которой я говорил путину показалось что все западом покончено но для того чтобы покончить с западом ему нужно пройти через украину а вот где оказалось настоящая проблема украина не знает тех колебаний которые знают уже современный запад но что я хочу сказать и в америке оказалось что для очень многих доступен и легок вот этот простейший путь выбора между выжившими зума пациентом как вы говорите и путиным и очень многие даже серьезные мыслители склонялись к мысли о том что а может быть путин это и есть противорядие может быть даже какая-то общественная альтернатива к этому к этому сознательному населению я перевожу на бюрократический русский это американская волк к этому пробудившемуся сознательному населению и это постигает многие умы я например очень уважаю люблю ценю такера карлсона за факс news у него всегда были очень и очень толковая содержательная и главное не близкие интеллектуальной конструкции последнее время он попал под ту же волну ему показалось что в этом в этой борьбе между байденами путиным ему может быть стоило бы взять сторону путина сейчас он там кем-то обжалован даже возможно будет судим по статье о том что он фактически врагу америки подыгрывает но но зачем же попадать в эту ловушку я повторяю разве в америке нет достойных претендентов на на роль лидера у которого мозги не набекрень разве путин является нашим нашим идолом а не рейган скажем почему же у нас же был рейган и он никогда не впадал в этот идиотизм восхищение перед диктаторами такого рода почему же нужно путина проблем в том что коготок увяз все птички пропасть вы начинаете искать позитивно в путине окончаете тем что вы начинаете его систему воззрений одобрять это не к чему у америки есть сильные свои примеры исторические именно опора на собственность на собственной силы на противостояние вот что я имел ввиду давайте посадим за заговора который там привел к войне здесь я оставлю это на совести слушать добрый день пожалуйста в эфире по вашему мнению как долго европа готова поддерживать сам и насколько эти санкции действительно влияют на жизнь в России насколько европа готова поддерживать что как долго европа готова поддерживать санкции и насколько эти санкции влияют на жизнь в россии но опять же понимаете санкции несомненно жизнь на россии влияет зависит от того какие санкции сегодня европа умудрилась ввести еще какие-то санкции и это может вызвать только гомерический смех у публики но они договорились что они не будут ввозить скажем из россии алмазы до ограненная уже алмазы диаманты не будут возить так называемые предметы роскоши но это конечно ударяет очень больно по путину и его окружению но это я иронизирую разумеется это не то что может сильно ударить но одну вещь принципиально важно понять санкции и война это разноскоростные процессы у санкции эффект так называемый отложенный у него эффект через полгода проявляется обычно но понимаете это же ярославское масло будет производиться в россии и можно будет пережить как пукин говорит переживем и на картошке не впервые санкции имеют отложенный эффект через полгода они ударят и больно ударить но война война то такого типа длится неделями причем стоит колоссальный же здесь нужно искать другое оружие кроме санкции но замечательно санкции кто же скажет что они плохи но если они единственное оружие то тогда вы вы плохо считаете господа понимаете эффект санкции и эффект войны не пересекается нигде нет точки пересечения потому что за через полгода бог знает как будет выглядеть ситуация в европе а война будет кончаться может быть через пару недель и даже в любом своем варианте унесет унесет тысячи десятки тысяч жизней человечества и солдат украинских в том числе да то есть надо просто осознавать значение этих процессов когда мы их применяем украине не нужна помощь в виде запрета на ввоз бриллиантов из россии и нужно нужно просто оружие чтобы себя защитить и кстати вот речь и о том что есть легитимно а что есть а что не есть легитимно то есть по международному праву они смешны до боли но вы понимаете когда западные политики типа белодомовского пациента говорят что вы знаете мы сомневаемся здесь в легитимность как мы можем безлетную зону как мы можем противовоздушную оборону поставлять когда россия говорит что это казус бели кстати россия видя такой подход сейчас говорит что казус бели и вообще любой экспорт в украину любая помощь даже вот именно сливочным маслом это все равно уже казус бели для россии но главное то что понимаете мы же говорим не о россии а другой стране а большой европейской стране кстати стране основательница организации организации объединенных наций она была в первой тройке вообще этих государств основавших организацию объединенных наций пусть советская но это была уже украина украина это субъект а не объект международного права и только украина может определять каким самолетом надо его городами летать а каким нельзя летать понимаете это что это же воздушное пространство суверенного государства и когда россия говорит вы знаете вот вы заходя в воздушное пространство украины вы для нас казус бели но почему тогда не заходя в пространство польши нет никакого международного права для это поэтому они придумывают варианты как я вначале сказал они придумывают причины почему не не противостоять они почему и как противостоять вот придумали что россия ведь может вступить в войну а мы мы такие же голуби мира как чендерлейн мы не войны не хотим и мы не дадим повода я слушал представителей в нато которые буквально говорят путин надеялся втянуть нас в эту бойню но мы оказались хитрее мы не позволили себя втянуть в эту войну мы не поставим самолеты украине мы не дадим и противовоздушную оборону мы не дадим втянуть в себя но путин конечно кусает локти как это они так меня обхитрили не дали себя втянуть и не поставили украине самолета давайте идиотизм вот этого подхода которая большому государству членов он отказывает вправе контролировать свое собственное воздушное пространство и кстати приглашать своих союзников к такому контролю вот как попытался сделать зеленский попробуйте ввести безлетную зону а когда америка спрашивала согласие у агрессоров на введение безлетной зоны когда скажем в ираке правил саддам усейн америка ввела безлетную зону над курдистаном чем спасла тысячи и тысячи жизней кстати но разве она спрашивала согласие саддама усейна разве она слов говорила таких благоглупости что саддам может обидеться и может начать с нами войну в воздухе простите это она же вы выполняла курдистан даже не член оон и даже не самостоятельное государство в отличие от украины украина имеет святое право выбирать кто будет летать над ее над ее небом на ее небе а кто не будет именно это не доходит не доходит до этих стратегов в нато и в соединенных штатах думаю что до них все доходят это так сказать не случайное решение это продуманное решение это соответствует и взглядом политики их интересам давайте попробуем принять еще звонок удачи если будет время к этой теме добрый день да еще раз понимаете у меня главный вопрос был как долго европа готова продолжать эти санкции вот война может продолжаться и долго партизанская война неизвестно чем закончится как долго европа готова эти санкции поддерживать вот у меня был главный вопрос ведь в том-то и дело что когда принимаются решения о санкции я я имел возможность писать об этом и говорил чёрт с ними давайте хоть санкции но давайте в конце резолюции в конце решения евросоюза допишем одно предложение санкции будут применяться до окончательного решения военной ситуации до ухода россии территории украины вот такое предложение нам бы уже гарантировало какую-то последовательность а так да я нисколько не верю в это ну ну в случае печальном случае если путин удушит украину расстреляет все ее руководство расстреляет всех кто как-то от нас имел отношение к этому режиму демократическому даже если он это сделает то европа на следующий день скажет что причина для санкций исчезла но нет такой никакой суверенной украины а есть губерния вполне довольная тем что ее москва там опекает и прочее но это же уже у них сейчас в мозжечке уже сформулированы эти предложения которые они применят после этого я не могу сказать санкции будут продолжаться так долго как долго будет украина сопротивляться вот и все партизанская война если она будет мощной повсеместно то разумеется будет еще как бы продолжением войны а если она будет очаговая где-то там в закарпатье в горах то скажу что это не беда это это русские справиться с этим еще неделя-две и бизнес с южуал вот к чему стремятся поэтому я не верю в продолжительность таких санкций все зависит от стойкости украинцев они сейчас уже добивают долготерпение европейцев которые давно хотели бы чтобы они сдались и не понимают как они могут не сдаваться они вполне готовы сказать что это нарушение всех конвенций женевских что нужно сдаваться в таких ситуациях такова европейская норма ну короче сейчас я конечно иронизирую но в принципе вы меня поняли так долго продлятся санкции как долго будут бороться украинцы вопрос вот в комментариях в ютюбе украину принимают евросоюз надеюсь что это поможет сократить жертвы не окажется ли это ермом на ее шее в будущем и развитие страны не в том направлении украине евросоюз ясно сказал что он ее не примет в ближайшие 15 лет двери закрыты зеленский это повторил буквально сегодня нас мы должны смириться с тем сказал он или исходить из того что нас в евросоюзе не ждут и в нато не ждут канцлер шольц сказал ясно именно определен этот срок ближайшие 10-15 лет двери евросоюз закрыты почему спросите вы миллион причин во первых состояние войны во вторых состояние противостояния конфликтная территория пограничное трение и любимый козырь пока не будет искоренена коррупция вы же понимаете что она всюду искоренена она искоренена в болгарии член нато в румынии она искоренена всюду да в том числе в соединенных штатах и только на украине она еще есть это коррупция ну и смех и грех просто они не хотят они боятся связать себя какими-либо обязательствами например мир сейчас молча проходит вокруг факта что две великие державы главные члены главные члены нато главные члены нато соединенные штаты и великобритания подписавшие будапештский меморандум 1994 года который гарантирует территориальную целостность и неприкосновенность украины в обмен на сдачу ядерного оружия гарантирует там не не общая фраза о том что будем стараться попытаемся нет гарантия и подписи и подписи государственных деятелей главных этих двух стран еще третья и четвертая это была Россия и Украина Украина выполнила свою часть обязательств но выполнили ли свою часть обязательств эти две главные державы НАТО да ни в коем случае они даже не вспоминают об этом а их подписи что отозваны или они действительно нет они по-прежнему там но никто их не собирается выполнять поэтому когда говорят что когда НАТО заявляет устами бюрократа Столтенберга который пришел там из банка и уходит в какой-то банк а между тем он генеральный секретарь НАТО понимаете вояка тоже банкир вояка так вот он говорит что но если вторгнуться в любую часть НАТО то мы то мы ого-го он не говорит что мы но как можно верить его словам если не выполняются другие обязательства взятые на себя причем совершенно формально официально взятые на себя но это как если бы сказали завтра а вот НАТО больше скажем защищать не будет и что с этим делать вот так это такое отношение к своим же обязательствам все-таки евросоюз однозначно принял вы точно уверен потому что пишут что вчера вроде была информация о том что приняли решение что примут евросоюз когда через 15 лет через 15 10-15 лет нет ведь не начало даже процесс не принято даже вот это требование о просьба предложение о принятии которое зеленский не знаю что произошло вчера но сегодня ситуация такова что украине сказано что ближайшие 10-15 лет лучше не думать об этом опять же парадокс мы возвращаемся парадоксу о исчезновении международного права вот так как стоит вопрос исчезновение международного права ведь ассоциационную договора об ассоциации украины евросоюз был подписан или почти был подписан его янукович вильнюсе в 2014 из-за чего и начался майдан кстати он должен был вильнюс отправиться он отправился в сочи янукович тогдашний президент и путин ему пообещал 15 миллиардов долларов и вот тогда он не подписал не поехал вильнюс отверг договор об ассоциации он уже был он уже есть он просто не выполняется никем он просто считается как бы ну заметенным под ковер он заменил под ковер ассоциационный договор об ассоциации украины в ЕС тогдашний и сейчас говорят лет 10-15 у нас есть минута времени если короткий вопрос может быть это маленькое замечание договор этот подписал потом Порошенко мне кажется что вообще и не нужно это Украине надо было вступить а Британия слава богу вышла зачем туда вступать тогда Украине Украине у нас но продемонстрировала невероятную моральную высоту и силу духа она по этому пути идет она достигает огромных поэтому я сомневаюсь что вообще огромное спасибо огромное спасибо и до встречи в следующий раз до встречи до встречи пока пока до встречи